Практически три тысячи дизлайков, поделом тебе, Пандосов Иксович, поделом. В общем-то, друзья, всем привет, Пандосов Иксович на связи, и сегодня я хотел бы с вами обсудить мой последний матч против Моза, четвертый тур Куб Кофиферов, где, опять же, я набрал свои рекордные практически три тысячи дизлайков. И читай комментарии, ребята, все на самом деле не все так однозначно. Бля, я даже лайк ебну, слишком красиво было по эмоциям. Кто-то говорит, что это лучший матч этого Куб Кофиферов. Горишь ты или не горишь, а оставлять ссылку на видео от СОПа не по-пацански. Кстати, тут дело было вообще не в этом, я просто реально забыл оставить ссылку. Желать человеку всего плохого из-за своей беспомощности. Пандос горит, как долго мы этого ждали. Лучшее, что есть у Панды, это его бомбежка. То есть вы сами видите, какие комментарии двухсторонние. Кто-то говорит, что это лучшее видео, кто-то говорит, что это пиздец, нельзя так к соперникам обращаться. Ладно, давайте сначала по порядку все разберем, я объясню, что да как. А сегодня, друзья, у нас в РПЛ-очке заруба. Московская Динамо будет встречаться против ЦСКА. Я в свою очередь думаю, что заряжу на Динамо, я верю в их победу. А вы свою ставочку можете зарядить по закрепленному комментарию моих спонсоров. Это легальная букмекерская контора BetBoom. А если еще вы используете мой промокод, то получите до 2000 фрибетов. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт по продаже монет будет в описании. Как вы вообще изначально видели мой настрой на этот матч? Есть Мосс! Мосс, отлетай! Я уже не встречаюсь с Моссом, друзья, слава богу. Я думаю, что большинство людей понимало, что я не хочу играть против Мосса. То есть я уже по умолчанию был в небольшой тельтухе от того, что мне все-таки встречается Мосс, против которого мне не хотелось бы встречаться. Мосс? Блядь, нет! Нет, ты пиздишь! Не пизжу! Блядь, ты не пиздишь? Реально, Мосс? Да, Мосс. Это вопрос... Да, пожалуйста! Да не может быть! Да ты пиздишь, блядь, я тебе не верю. Я думаю, вот так. Я серьезно тебе говорю, Мосс. В пизду. Просто в пизду. Все настроение испортил. Я клянусь, я не понимаю, как такое возможно. Но вот просто как? Что вот есть два соперника, против которых я не хочу играть. Тут даже не в силу того, что они хорошо играют. Просто у меня нет личного интереса к этим матчам. Хотя и это тоже. То есть, а. У меня нет личного интереса. Б. Мне просто не хочется играть, потому что что Мосс, что фаворит, они душнилы в плане игры. Говорите, что хотите, что это футбол, это реальная хуня. Вот когда вот пасы назад идут, вот эти вот перебросы. Мне просто ближе стиль игры, где ты просто играешь, бля, в ебаную аркаду. Да, возможно, это проблема во мне. То есть, условно скажем, тот же Руха играет наверняка сильнее там условного Мосса. Но играть против Рухи мне хотя бы интересно. Потому что он не играет в этот затяжной ебаный футбол. То есть, вот за это респект Руха. Потому что он тоже, ну, по большей части не тянет время, а просто хуярит вперед. Вот. Я изначально был настроен не очень, как бы, положительно на этот матч. И, соответственно, я был злой до матча. Потому что мне, блядь, придется играть с Моссом, которого я никогда не обыгрывал. Хотя он в своем видосе вроде сказал, что где-то я его обыгрывал. Андрей меня все же обыгрывал. А произошло это на Рофла Турике во время ЧМ в России в одном из баров. Правда, там у него... Какой-то бар, какой-то Рофла Турик. Я даже не знаю, когда это было. Я, видимо, в говно был. Посмотрите на меня. Я вообще не одупляю, где я нахожусь. Поэтому, ну, типа, всерьез это воспринимать, наверное, нельзя, как я понимаю. Ну и так вот, суммируем все, что я сказал до этого. Я не имею какого-то личного интереса играть против Моза. У нас нет какого-то история противостояния. Разве что у меня постоянно въебают. Поэтому мне с ним тупо неинтересно играть. Потому что у него душный стиль игры. Ну и плюс у него команда сильнее у меня. А у меня еще триггерит от того, что, блядь, у него пик выше, чем у меня. Хотя, блядь, ну очевидно, он играет лучше меня. Короче, все эти факторы сошлись воедино. Плюс, блядь, вот эта вот хуйня, которую он меня забил. Ну, вы посмотрите на этот танец прекрасный, блядь, защитника. Естественно, я в очке полнейшем начинаю тильтовать. И где-то, возможно, да, я перегибаю палку. Но при этом я держу в голове, что, блядь, я же в образе нахуй нахожусь. Да, у всех людей разная подача. Кто-то, блядь, самый милый и плюшевый человек на планете Земля. Как Димка-фаворит. Который, я всегда улыбаюсь. Я Димочка-фаворит. Ой, панда меня выиграл. Ну, хорошо. То есть, ни одного плохого слова тебе не скажут. А есть такие люди, как, ну, как я. Как, не знаю, как Акул, блядь. Это как та же история с МакГрегором и Хабибом, блядь. Кто бы что ни пиздел, блядь. Но когда ты сможешь на МакГрегора, ты хочешь, не хочешь. Ты либо кринжуешь с этой хуйней, типа, бля, ебать, долбоеб. Либо говоришь, бля, вот это он охуительно спизданул. Хотя он, скорее всего, проебет, блядь. Ну, блядь, звучит пиздато. То есть, есть вот какой-то костяк людей, которые, в принципе, выкупают рофл. И несерьезность, так скажем, происходящего. Хотя при этом я понимаю, что я сам, возможно, нагнетаю, вам кажется, что я действительно настолько злой, насколько показано в этом видео. То есть, вы поймите, когда я играю матч FIFA, я полностью отдаюсь этому матчу. И у меня действительно подгорает настолько, насколько вы это видите. Но при этом я держу вот этот вакуум актерского мастерства. Блядь, я просто не знаю, может, я сложно это объясняю? Блядь, я не знаю, как пример привести. Может, слишком охуительный, но, блядь, ну, не знаю, Леонардо Ди Каприо. Когда вы смотрите фильмы с ним, вы же верите тому, что происходит на экране? Вы хотите в это верить, хотя вы понимаете, что это, ну, в принципе, кино. То есть, вы понимаете, что этого на самом деле не существует тут, блядь, ну, на самом деле он не умер. А хотя вы, когда смотрите фильмы, об этом не задумываетесь. Вам кажется, что происходит все на самом деле? Собственно, тут так же и происходит. Я стараюсь вот абстрагироваться от всего, что есть, блядь, в нашем мире, нахуй. Особенно это касаемо Кубка Фифера, потому что я как бы параллельно здесь нервничаю, и подход совсем другой. Вот. И стараюсь полностью погрузиться, блядь, в то, что происходит в игре. Но, опять же, есть вот добрая половина людей, которые, ну, слишком близко к сердцу это воспринимают и говорят, что, ой, тут так нельзя, зачем ты тут так говоришь? Хотя при этом вот я с фаворитом играл, и вроде как оскорбившихся было, ну, прям намного меньше. Всего лишь 500 человек. А тут прям дизлайков нахерачили практически 3000. Ну, типа, вот это херня я не понимаю, хотя мне кажется, фаворита я тоже так неплохо хуесосил. Ты меня и так бесишь, блядь, ебучий моз, блядь, ты еще эту хуйню смотришь, блядь. Ну, реально, ну хуй он эти заставки смотрит, блядь. Ну, типа, кто смотрит заставки в перерыве, блядь. Естественно, у меня очко горит, когда ты 0-2 проигрываешь. Блядь, почему я вам должен такие, блядь, ну, суперочевидные вещи объяснять, ебаный рот, блядь. Вы посмотрите, блядь, на стол моза, у меня сейчас трипофобия нахуй будет. То есть, наверное, это говорит о том, что, ну, этот чел, наверное, примерно понимает, какие эмоции вызывает у тебя эта игра. Ну, вы посмотрите на его довольное ебало, блядь. И вряд ли у него такое же довольное ебало, когда, блядь, он херачит свой стол. Ну и вот, когда ты сидишь, блядь, нахуй смотришь на этот ебаный повтор... Блядь, блядь, вот как эти люди выглядят. У тебя, естественно, горит очко, блядь. Да, я там во время игры набрасывал говно на вентилятор. Возможно, говорил какие-то не самые лицеприятные вещи, которые, ну, вряд ли бы я сказал бы ему в реальной жизни. Ну, это очевидно. Опять же, я не знаю, почему я такие очевидные вещи объясняю, что, блядь, мы играем в FIFA. И так или иначе, у тебя гипертрофируются твои эмоции, которые ты, блядь, получаешь от этой ебаной, блядь, игры. Особенно, когда вот такая вот еще хуня происходит, где у тебя, блядь, игрок с шутингом 98, блядь, не попадает по воротам. Что я должен испытывать? Ну и вот, когда вот такая вот херня происходит, где пасы назад, туда-сюда... Ну, блядь, ну, очевидно, что у тебя будет гореть. Как ни крути, блядь, у меня горит всегда от этой игры. Что вы, блядь, от меня хотите? Чтобы я извинился перед Мозом, я извинился перед Мозом. Потому что я искренне не мог поверить, что он действительно может обидеться вот на что-то такое. Опять же, учитывая мой стиль игры, точнее, не стиль игра, а комментирование видеороликов. И в целом, как я реагирую на какие-то подобные движения. Ну, опять же, вот с фаворитом. Мы что-то попиздели там. Он видос посмотрел, даже ни слова не сказал. А Моз прямо обиделся, начал там со стори херачить. Ну вот, 88-ма минута. Вот что я должен чувствовать? Ну вот, любой из вас, представьте себя на моем месте, чтобы вы чувствовали в данный момент. Ну, это реалистичный футбол. Ну, вот серьезно, вы последнее, о чем, блядь, будете думать, что это реалистичный футбол. Когда вы будете 1-2 проебывать. Когда ваш игрок не забивает, блядь, с шутингом 98 с 10 метров. Последнее, о чем вы будете думать. Ну, это реалистичный футбол. Вот эти вот перепасовки, вот эти вот катания туда-сюда на своей половине поля. Что это, блядь, реалистичный футбол. Я понимаю, что он не должен, как бы, мяч мне в ноги отдавать и говорить себе, бей-беги. Ну, блядь, ну, так играть тоже, как бы, не очень прикольно. Потому что, все-таки, мы играем не в реальный футбол, а в симулятор футбола. В аркаду ебучую, я бы даже сказал бы. Что это за ебаный танец, блядь? Что ты, блядь, кружишься, блядь? Долбоеб, блядь. Что это за... Бля, я даже лайк ебну. Слишком красиво было по эмоциям. Во! Серега, блядь, организатор турнира. Поставил лайк, сказал, что это было красиво по эмоциям. Значит, все не так уж и плохо, да, ребята? Короче, какое умозаключение можно сделать в этой истории? Не воспринимайте все слишком близко к сердцу. То, что происходит в этой игре. Я отчасти актер. Актер, который показывает шоу и делает, ну, примерно такой же контент, как и любой другой актер, который снимается в фильме. Я пытаюсь погрузиться в эту игру. Я пытаюсь выдать какие-то эмоции. Где-то негативные, да. Где-то негативные. И почему-то мне казалось, что, в принципе, любой человек, который играет против меня, должен готов быть к этому. Потому что, ну, по сути, у меня стиль комментирования не так сильно отличается от Акула. Но на Акула вроде не так много людей обижались в этой жизни. Хотя тут тоже нормально так дизлайков накидалось. Короче, не суть. В любом случае, я извиняюсь перед Мозом. Я извинился уже лично. Просто, наверное, я действительно не ожидал такой реакции от Артема, что он реально так близко все к сердцу воспринялся. И поэтому, Моз, если ты на меня обиделся, прошу прощения. Я понимаю, что, опять же, у нас разный стиль комментирован. Ты как Хабиб, я как МакГрегор. Опять же, привожу такую дурацкую аналогию. Он там добрячок, весь добренький, там все мир. Там, надеюсь, пандос не расстроился. А я, блядь, наоборот, трэш-толк хуйню несу, блядь. И по итогу получается так, что и комментаторы некоторые бомбят. Хотя, опять же, добрая половина восхищается. А Моз, собственно, обижается. Хотя при этом Моз тот еще токсик. Вы видели, что он в конце, блядь, сделал? Что это такое, блядь? Что это такое? Смотри на это ебало, блядь. Что это, блядь? Это типа он ржет надо мной, да? Ну, то есть, вы считаете вот это вот окей, да? Это, блядь, знаете, с чем можно сравнить? Когда вот челы забивают, блядь, тебе нахуй в Викендиге. И начинается вот это вот танцевание. Вот это вот аналогичная хуйня. Так что это тот еще токсик, знаете. В тихом омуте, блядь. Водится, смотрите, блядь. Я вам еще раз показываю. Он типа ржет надо мной. Типа, блядь, 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 блядь. Типа он видит, как у меня триггерит от самого произношения никнейма Мосс, блядь. И, блядь, песенки тут херач. Что это? Еще и танцует, блядь. Ну, пиздец. Это токсик, чуваки. Откройте глаза, блядь. Еще, смотрите, он делает акцент на том, что он меня выбал, блядь. Смотрите. Сейчас я вам покажу, блядь. Возможно, не все заметили эту пасхалку. Во, смотрите, он зазумил. Я типа вот эта вот крыса, да? Я как понимаю, черная. А он типа вот эта вот херня. И типа он трахает меня. Я понял, блядь, тебя Мосс. Понятно. Ну, за такой дизлайк можно поставить. Еще раз коротко повторяю свою мысль. Я актер и все это постанова. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но искренне, там, лично, ему я ничего плохого, естественно, не желаю. То есть вот в рамках реальной жизни к Мозе у меня вполне себе положительное отношение. То есть мы с ним видимся раз в полгода, дай бог. Можем пивка выпить и по домам разойтись. Все. То есть тут у нас как бы никакого коннекта особо и нет. Но при этом и ненависти тоже я к нему не испытываю. Но если это касается, блядь, FIFA, естественно, у меня есть к нему определенный вид ненависти. Из-за того, что он постоянно меня обыгрывает. Из-за того, что у него душный стиль игры. Ну и в целом, как бы, у меня нет какого-то личного интереса играть с ним матчу. Потому что, ну, откровенно говорю, что это для меня неинтересный персонаж. В том плане, что у нас нет какой-то истории, как, ну, с Акулом, как с Геной Миллером, как с Кефиром. Но это просто нужно принять как факт. Надеюсь, он, опять же, на меня не обидится из-за этого. Соответственно, все, что происходит у меня на канале, отчасти это, опять же, блядь, актерская игра. Хватит, блядь, воспринимать меня, блядь, настолько серьезно, чтобы ставить мне 3000 дизлайков. Ну, блядь, нормальные вообще в своем уме. Ну, при этом я понимаю, что это, ну, наверное, не основной костяк людей, а люди, которые, блядь, я не знаю, смотрят меня полгода, год, я не знаю. Может, они не видели мои старые ролики, не видели мои прошлые кубки фиферов. Короче, друзья, воспринимайте мои матчи как рэп-баттлы. Вот так вот, я придумал отлично аналогию, блядь. Ну, реально, было бы не прикольно, если бы Джонни Бой и Оксимирон такие встретились, такие, блядь, давай за жизнь попиздим, поцелуемся в десну. У нас, вроде как, тут, ну, противостояние должно быть, а мы такие, ну, приветики, приветики, ты дурак, нет, ты дурак, ну, это же было бы скучно. Поэтому, блядь, в каждом противостоянии должен быть какой-то огонек. Да, бывают френдли персонажи, которые не скажут неплохого слова, а в моем случае, мне кажется, интереснее добавить огня, блядь, к этому же самому матчу, ну, так же намного интереснее смотреть. Но при этом я понимаю, что это такая же площадка, как Версус, тот же Ютуб, та же Фифа, где, в принципе, есть какая-то доля ненависти, а мы играем в игру, которая пропитана ненавистью. Так почему бы не воспользоваться этим? Возьмем формат плохих шуток, уничая, вряд ли вы увидите, как Сибскана просто с нихуя начнет оскорблять жену нечая. Я, кажется, говорил, что ты тупая пизда, но ты и кривая пизда! Но при этом есть вот определенный формат шоу, где он может это сделать, и вряд ли она сильно оскорбится. Собственно, я так и воспринимаю, блядь, наши матчи на Кубке Фиферов. Так или иначе, мы боремся за очки, мы боремся за какой-то спортивный интерес, за достижение какой-либо цели. Так почему бы, собственно, опять же, повторяюсь, не придать интерес всему этому делу? Ну и да, кстати, в этих плохих шутках очень много было шуток про Моза. Не знаю, с чем это связано, но, Моз, разберись. Знаете, почему Моза выгнали и замкал? Потому что он спичка ебаная. Горбыль, галик, гандон, Моз Фифа. Почему у Моза Фифа не получается зарегистрироваться на Фейсбуке? Потому что он долбоеб. О, друзья, как же так, добрячок Ютуба, Костя Ставр, который ни одного мата не произносит в своих видео, обозвал Моза долбоебом. Потому что он долбоеб. Шок-контент. Ну что, побежим дизлайки ставить, как мне? У меня 3000 дизлайков, что-то Костя Сток не наблюдаю. Как быть-то? Почему вот в плохих шутках можно вот так вот оскорблять друг друга, а в роликах по Фифа, в игре, которая пронизана ненавистью, я не могу? Почему? Объясните мне, пожалуйста. Какую песню будут играть на похоронах Моза Фифа? Какую же? Ленинград. Никто не любит. О, Гуркин. Да это ж тот самый Гурищ, тот самый красавчик, который рвет всех и вся. Как он пошутил? Ну вы слышали? Никто не любит. Похороны Моза. Как вам такое, ребята? Че, побежим ему дизлайки ставить? А? Или это не слишком жестко? Что Моз Фифа сказал кормившим его бездомным цыганям? Давно я так не питался. О, да смотрите, это ж снова добрячок Гурищ. Ну типа, давно так не питался. Ну вы поняли. Ну типа, Моз худой. Ну вы понимаете, да. Это же шутка, блядь. Это же шутка, блядь. Называть долбоеба Мозом, блядь. Шутить про его похороны. Это же все шутки, блядь. А когда касается дела Фифа, контента по Фифа, то это, блядь, пиздец, как серьезно. Че-то здесь пахивает какими-то двойными стандартами. Вам не кажется, друзья? Так что, ребята, если у вас какое-то чувствительное восприятие данного мира, если у вас мои ролики вызывают бадхёрд, негодование, как так может человек вообще себя вести в этом мире, просто отпишитесь, кнопочка «Отписаться». Универсальное средство. Возможно, вы не знаете, как кнопочка эта выглядит. В общем, вот она. Нажимаете на неё. Всё. Вот, допустим, мне не нравится бустер. Для меня это конченый контент. Но я же не захожу там, не знаю, не ставлю дизлайки, не пишу. Эээ, какой ты урод, допустим, блядь. Ну типа, я же такой хуйней не занимаюсь. Будьте взрослее, если вам что-то не нравится, блядь. Отпишитесь нахуй. И всё, и не смотрите контент. Всё очень просто. Никто не вправе вас заставлять делать то, чего вы не хотите делать. А если вы это делаете, то у вас большие проблемы. Ну и, в общем-то, вот, ребята. Всем спасибо за просмотр. Опять же, я надеюсь, хоть как-то донёс вам свою философию этой жизни. И вы в прессе не будете слишком серьёзно воспринимать мои видеоролеты. Если вам кажется, что это too much, опять же, кнопка «Отписаться» к вашим услугам. С вами был я, Пандосов Фиксович. Спасибо всем за просмотр. И хорошего настроения. Чао, какао.